Будущее поколение должно расти здоровым и иметь как можно больше возможностей для самореализации. О том, как работает национальная стратегия действия в интересах детей, говорили сегодня на заседании Координационного совета при главе Чувашской республики. Если ребенок здоров, живет в полной семье, то проблем с самореализацией, как правило, не бывает. Другое дело, если у него ограниченные возможности. Сегодня в республике проживают 4,5 тысячи детей-инвалидов. Все они имеют разные группы инвалидности. Одни учатся на дому, другие в специализированных учреждениях. Однако, очень важно, чтобы дети, лишенные многих возможностей из-за слабого здоровья, не были ограничены еще и в общении. Нам необходимо сделать все, чтобы эти люди чувствовали себя полноценными, членами нашего общества, имели равные возможности, были интегрированы в общественную среду. У нас в республике есть 15 специализированных образовательных учреждений для инвалидов. Но находясь в этих учреждениях, обучаясь там, ребенок все-таки остается изолированным от реального общества, что еще больше ограничивает его развитие. Мы посещали эти учреждения, общались и с учителями, и с детьми. И нам нужно, конечно, максимально сделать так, чтобы эти дети могли общаться со сверстниками. Для этого в республике действует специальная программа, в рамках которой дети с ограниченными возможностями интегрируются в общеобразовательную среду. Сегодня в обычные классы муниципальных школ ходят 1300 детей-инвалидов. В рамках реализации программы «Доступная среда» для них созданы специальные проекты, чтобы облегчить усвоение обычных предметов. Безбарьерная среда для маломобильных групп создана в 66 школах республики. Определенная работа проводится и в детских садах. В связи с реализацией проекта «Доступность дошкольного образования» нам за последние годы удалось не только построить современные детские дошкольные учреждения, но в этих дошкольных учреждениях создать условия, которые способствуют развитию здоровья наших детей. Очень важно создать условия для инклюзивного образования и предоставления присмотра ухода. Есть такие примеры, когда дети получают полный комплекс не только профилактического, а им еще медицинского обслуживания. В 7, 26 и 182 садах столицы республики действуют инклюзивные группы. Таким образом дети с ограниченными возможностями здоровья учатся жить в социуме. Еще одна сторона проблемы – постараться предупредить врожденные пороки развития еще не родившихся малышей. У нас действует стопроцентный мониторинг состояния здоровья беременных женщин на предмет выявления врожденных пороков развития плода. То есть мы профилактируем рождение детей с множественными пороками плода, которые уже потенциально не способны к рождению. Это три уровня ультразвукового исследования. И кроме того, после рождения все дети до одного месяца подвергаются тоже скринингу на наличие врожденных наследственных заболеваний. Дети, рожденные изначально с наследственной патологией, они выявляются сразу при рождении и сразу им назначается соответствующая диета и коррекция лечения. Таким образом больничная летальность детей в республике за последние годы снизилась в полтора раза. Говорили на Совете и о детской смертности по неосторожности. Родительская невнимательность стала основной причиной гибели детей в республике за последний год. Поэтому так важно в преддверии летнего сезона не забывать об этом. Дарина Игнатьева, Сергей Рябчиков, Республика.